В Самаре продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. В прошлом году профильным департаментом было выявлено 66 мест стихийного скопления отходов. 62 свалки полностью ликвидированы. Еще две довольно крупные убраны частично. На них продолжают работы специалисты. Те места, которые у нас там новые, выявляются районными администрациями, департаментом городского хозяйства в текущем году, в режиме, как мы их обнаруживаем в течение сезона, будем планировать их вывозить. Мониторинг и вывоз свалок с неразграниченных территорий проводят и в администрации внутригородских районов. Сегодня в Кировском районе вывезли несанкционированную свалку вблизи жилых домов на пересечении улиц Ставропольской и Советской. На месте работала спецтехника, мелкий мусор собирали вручную. Процесс ликвидации отходов проконтролировали представители администрации района и административной комиссии. В настоящее время мы проводим работу по вывозу бытового мусора, который несанкционированно был складирован, вывоз крупногабаритного мусора, а также лом хозяйственных построек ветхих, которые здесь остались. Администрации района на период приведения месячника по благоустройству был запланирован вывоз 516 тонн твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день этот план уже перевыполнен. Мы вывезли 590 тонн. Несанкционированные свалки могут стать причиной возникновения и распространения крупных пожаров. Риск возрастает в период введения особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 апреля и продлится до 31 октября. Складировать и хранить любой, в том числе крупногабаритный мусор, более суток запрещено. Статьей 2.1.15 закона Самарской области об административных правонарушениях. Нарушения, установленных на период действия особого противопожарного режима, дополнительных требований пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Жителям города напоминают, бытовой мусор необходимо доносить до контейнерных площадок, а крупногабаритный и строительный направлять на специальные полигоны и не допускать загрязнения дворов и улиц. Перечень полигонов, принимающих строительный мусор по договору с жителями или организациями, указана на экране. Галина Топилина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.